мы сегодня решили открыть одну банку огурчиков которые закрутил попробовать так скажем достала посмотрела все банки одна банка у нас забродила вот полностью вот это вот это то что мы хотим попробовать мы ничего пахнут вкусно пахнут там также как огурцы мой мам ждем 2 часа ты бы не отравлюсь или да ничего так вкусно и хрустящие они знаете что ненасыщенные таким мне кажется хотя вкусно мне кажется моя мама больно насыщен может быть уксуса больше надо еще ли вкусно сусно вкусно правда так дети снимаем пробу вот это позже ты со мной будет ногу ты боится детям давай давай два часа подождем посмотрим на твою реакцию организма солнце опять у нас ну серёж попробовал ты откусил или понюхал вот папка осталось а ты съел уже скажешь что скажешь рассказывать торчит расскажи да вот я говорю они какие-то не насыщенные как будто мне пахнут как у моей мамы но моя мама вкус насыщенный может быть я соли меньше положила или чего-то не как будто не хватает бульон не нас рассол ненасыщенный многие писали что типа гвоздики много нет на вкус гвоздика так сильно не чувствуется по гвоздики как раз таки все нормально а вот сами огурцы какие-то такие есть можно хочется прям вкус такой ядерного да а он не ядерный совсем какой-то такой вот смотрите одна банка у нас вот такая видите что-то белое на дне и такое ощущение что она забродила может быть действительно мы мало уксуса положили мы я мало уксуса положила не знаю но вроде все по рецепту делал я делала одну чайную ложку уксуса на 1 литр воды может быть это мало надо было больше может быть и поэтому и вкус ненасыщенный такой или может быть они должны дольше постоять тогда будет насыщенный вкус хочу подсказывать ими в комментариях почему вкус ненасыщенный но по запаху огурцы очень кажется вкусные ну вот как было всегда моя мама делала вот это вот банка непонятно что с ней наверное нужно выкинуть все знаете я когда в детстве покупала с мамой себе какую-то одежду но вернее мама мне покупала одежду мы приходили с рынка я хотела быстрее и надеть и вообще ее не снимать никогда потому что мне очень нравилось вот это все дело в мероприятии вот это когда для тебя что-то новенькое появляется это так классно никите заказал костюм значит не могу его уговорить его померить костюм очень клёвый костюм тепленький он с начесиком и вообще вот этот магазин тетенок он производит очень качественную одежду я не раз уже там заказывала разные вещи это российское производство и у них вещи прям на совесть всегда пошиты мне всегда очень нравится смотрите какой тепленький какой хороший вот идеально сейчас осенью будет ходить хочу посмотреть как он выглядит на никите сейчас все таки надеюсь его уговорю примерить здесь вот такой большой карман классический который удобно туда руки сложил и клеешь руки дети любят очень такие карманы потому что как раз таки вот в них тепленько рукава здесь вот на такой резиночке ну и капюшон тоже вот такой вот тепленький с начесиком хороший написано на 11 лет вот никите как раз 11 лет я просто переживаю что он ему будет большой но большой не маленький у нас у никита просто сейчас где-то 144 сантиметра этот костюм я взяла на 146 на штанишках здесь тоже идет вот такая вот снизу резиночка и резинка вот такая вот широкая на поясе никита кстати жилетка вот от этого магазина китенок и они будут мне кажется идеально смотреться этой осенью на нем на штанишках здесь тоже есть два кармана но как обычно руки будут всегда в карманах но уговорил я никита померить никита просто не очень любит различные примерки особенно когда это что-то теплое в жаркое время года да никита но никита встань покрутись классно тебе прикольно нравится тепленько так да все дети всегда так делают по размеру немножечко получилось на вырос но мне кажется даже этой осенью отлично будет ходить удобно тебе в нем хорошо ну капюшон надень капюшончик тут тоже хорошо сидит тепленький да никит классный костюм много различных цветов было но никита сам выбрал кстати этот цвет ему больше всего понравился вот сверху жилетку наденешь и вообще можно будет даже холодной осени носить в общем такой классический знаете костюм ничего лишнего но если что-то ребенок захочет я могу кстати вышить я люблю таких пустые пространства для творчества но мне и так нравится мне нравится когда классический однотонные к таких красивых костюм но и цена у этого костюма была очень приятная я ссылочку вам на эти костюм оставлю там есть и для мальчиков для девочек просветка не только такая заходите у кого детишки такого же возраста заказывайте себе костюмы классные я приехала сейчас за стёпу в детский садик с сашей вместе приехал мы припарковали сусады я слышу через забор как там далеко орет степан притом это ну как и знаете как индейц издалека специально чтобы все слышали саш пойдем к степке пойдем сегодня там сергей поехал к маме на дачу поэтому я сюда в детский сад я смотрю сергей знак новенького водителя снял так что я теперь не новенький водитель стёпа с угощениями у кого день рождения был ульяны а ты к ней идешь на день рождения через несколько дней это она наверно отмечать понятно не знаю сегодня день рождения отмечать она будет попозже думала домой пойти в итоге мы на детской площадке саш саш давай аккуратно пожалуйста а то бубухнешься давай ножку ставь ага никак и поэтому тоже не пройдет он бубухнется поэтому пусть ножки опускает вон что стёпа делает берет его и ставит он дальше сам идет стёп ну он бы сам пошел ну ты его сбил наоборот вот в конце успел поймать на камеру он прошел вот оттуда не отсюда вот оттуда вот так вот и до качели так что можно сказать что по чуть-чуть все-таки саша начинает ходить мы сейчас ехали домой остановились в аптеку сашки купила все-таки я пустышку новую потому что он вторую пустышку запасную отгрыз купила еще одна такой же как была и вышли а там бабушка торгует огурцами и клубничкой в общем я купила пакет огурцов у бабушки вот такие вот огурчики они большие но они вкусные домашние по 50 рублей за килограмм здесь два с половиной килограмма набрала там много неудобно мне поворачиваться снимать и вот клубничку вот такой вот взяла 100 рублей стоил стаканчик она говорит возьмите а я на нее посмотрела думаю что он тут будет сидеть еще долго взяла клубничку потому что и стёпа хотел и сашу рядом держал и на руках он увидел тоже естественно захотел поэтому взяла кстати попробую сейчас очень вкусненькая клубничка у нас сегодня в общем к ужину вот такие вот длиннющие огурцы вот такие вот огурцы купила вот у бабушки на остановке они просто длинные длинные на вкус вкусные просто они огромные они все знаете не стандартного размера то закругляющиеся какие-то то просто огромные прикольные дети любят у меня такие огурцы я сначала думала салат просто порежу а стёпа увидел такой огурец говорит я хочу его больше доски просто смотрите у меня ладонь какая какой огурец огромный нравится стёп такой Никита моет яблочки мы будем делать яблочный сок а сашисту складывать в ведро стандем да саш клади клади ведро клади клади ведерко давай ага бери клади ведерко передвинула я ведерко чтобы саша было удобно да саш клади еще яблочки ведерко одно я смотрю там она откусанная саша уже постарался вот видите покусал яблоко саша кусал саша яблоко я сейчас приехала к нашей физакадемии детей привезла на плавание но мы со стёпой пойдем туда к мамой кургану там есть парк внизу там погуляем и сашей стёпа просто вперед вон уехал у нас уже начинает чувствоваться что наступает осень я и даже надела вот костюм правда рукава вот так вот завернула когда солнце садится становится прохладно я и сашу кофту взяла сейчас думаю тоже надену у нас тут продолжается видите ремонт железной дороги трамваи тут должны ходить потом так стёп как будем переходить ты на самокате там ну пойдем все там переходят с колеской конечно тяжело перешли мы дорогу с горем пополам стёпа от меня убегает постоянно вот он привык на самокате убегать очень опасно я его очень за это ругаю вот сказал он не будет от меня убегать только там где я разрешаю да вот тут можно вот там дальше пашка тут я его вижу а вот когда он на дороге от меня убегает это нехорошо конечно вообще ой сашка ой сашка за стёп все повторяй не мы туда наверх не пойдем стёп мы там были а вот тут папашку погуляем внизу у нас тут такая хорошая аллея можно гулять тут я помню когда еще никита ходил в физакадемию на акробатика когда это было лет наверное 6 никите да было и я вот тут с Мишей гуляла там у нас еще в этот момент был период когда чуть дальше показывали кино для всех теле 2 приезжала и устраивала кинопоказ на открытом воздухе вот мы с Мишей ходили смотреть фильм кино какое-нибудь а тут Никита занимался так совпадало удачно Стёпка тут покатается зато на самокате сколько всего этот самокат у него выдержал там уже и ручки обкоцаны но я вот новый ему не покупала все-таки потерял тот самокат иначе потерял пусть ответственность будет за свои вещи зато этот теперь будет ценить больше стёпа очень просил чтобы я ему взяла велосипед но я ему велосипед не взяла он хотел тут на велосипеде покатался стёпа меня перебил говорит мама кто там умер тут плакаты о великой отечественной войне о том как восстанавливали город очень много тут интересной информации тут можно просто долго ходить читать смотреть о наших самых знаменитых различных памятниках вот по поводу велосипеда тут идеально кататься на велосипеде но я просто бы его не донесла а сам Стёпа бы тоже мне кажется его бы не донес поэтому бери самокат он маленький он легкий его можно взять без проблем ой там красивая такая музыка пойдем туда сейчас тут вечером вот у нас постоянно пробежки кто-то делает на самокате на роликах как раз таки катается замечательно было тут в мае потому что было светло в этот момент а сейчас вот у нас уже темно вот это делать как мамай в курган строили? как родину мази возводили? ну давай посмотрим интересно стёпе стало вот ногу ногу? руку наверно вот голову руку не знаю ага а помнишь а ты наверно уже не помнишь у нас была реконструкция позапрошлом году и вот родная мать точно так же выглядела слушайте, ну я и подумать не могла что стёпе будет так интересно мы каждый плакат посмотрели подробно я ему рассказала что там написано ему оказывается очень интересно слушать про строительство вот так для себя открытие сделала он говорит да это что это это откуда статуя тут у нас тут у нас видите колонки висят под фонарами и из них музыка а вперёд езжай стёпе а тут а тут у нас кустовые розочки красивые маленькие много их наверное надо было нам на ту дорожку она светлее а тут что-то прям темно Саша кофточку уже надела вот эту кофточку я покупала она 74 размера но она типа оверсайз поэтому сейчас вот Саша у неё на 92 вносит и она ему идеальна а тогда она ему казалась большая весной покупала ещё а штаны маленькие штаны вот стирала недавно убрала это костюмчик был вкусно пахнет, да? красивый, да? может быть это из физакадемии занимается у нас мимо нас пропрыгали целую группу людей и теперь обратно прыгают а потом опять туда побежали прыгают но они просто упражнения делают Стёп, может быть они просто занимаются на свежем воздухе сегодня да, да, вот так и ты позанимайся Стёпка всё равно классный такой все дети у меня классные каждый по-своему каждый раз умиляются какие-то различные моменты их жизни поехали, поехали, поехали ой, смеётся да, скажи вот мне нравится так ходить не умеет но кататься я с удовольствием зубни вывезти ябочки да? Стёпка 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 только Саня икает и тут стёпка стёпка заметил фонтан мама, можно к фонтану? я говорю, езжай, езжай я фонтан вижу стёпу вижу можно сейчас дойдём до фонтана потом уже налево туда пойдём там остановка перейдём дорогу И вот так вот по кругу как раз к Академии вернемся. И уже нужно будет детей забирать. Фонтан леденющая. Леденющая. Ну, конечно, уже осень все-таки. А летом в этом фонтане детишки копаются. А в трусиках бегают. Да, в трусиках бегают. Вокруг объедь, и вон с той стороны встречаемся. Смотри, как красиво тут. Как будто облака летят. Я могу подождать тебя, ты сделаешь один прыжок. С этой стороны дороги тоже ремонт, еще идет. Но тут хотя бы проехать можно удобно, ровно. А то там вообще неудобно было. Мне пришлось коляску вместе с Сашей в руки брать и нести в руках. Мы с Сергеем договорились, что тот, кто ведет детей на плавание, тот забирает всех детей. Поэтому, выходит, один там работает, другой с детьми гуляет. А то, если у кого-то один Сашка остается, например, вот сейчас бы Степа там дома остался, или когда я остаюсь с одним Сашей. Выходит, что и я ничего делать не могу, и тот, кто везет, ничего не делает. И у нас просто время, ну, никуда уходит наше взрослое время. Поэтому мы решили вот так вот делать. Я и погуляла, и детей отвезла. Он там поработал как раз. И вот прошлый вторник, наоборот, он возил детей, я поработала, а он со Сашей погулял. Степа тогда на плавание тоже ходил. А сегодня Степа не заходил просто на плавание. А мы, выходит, и с Сашкой погуляли. Он там ножками походил и травку потрогал. И Степка накатался. В общем, замечательно мы прогулялись. Теперь будем ждать братчиков. Едем мы, значит, 27 километров в час. Зато по чистой дороге. Машинка на дорогу моя. Другая. О, у нее есть право поворачивать не в ту сторону. О, у нее есть право поворачивая. Субтитры сделал DimaTorzok